сегодня в меню банановый пирог для этого нам надо подуставшие бананы у кого нет подуставших возьмите пободрее но приступим для начала к тесту 2 яйца разбиваем смешиваем со 100 граммами сахара взбиваем и так 2 яйца 100 граммов сахара по закону жанра щепотка соли все это взбиваю в пышную пену сюда же 100 граммов размягченного растопленного сливочного масла разумеется можно заменить маргарином но у меня сливочное масло около 150 граммов муки разумеется он там разрыхлитель и по желанию можно добавить ванилин я желаю непредвиденные обстоятельства мой миксер погиб смертью храбрых вот такое вот эластичное может быть немножко густовато чуть пожиже бы надо но уже как есть тесто не к должно получиться в сторону его отставляем бананы раздели очистить разделить вдоль и уложить в емкость для запекания вот так вдоль я разрезала и уложила на дно варим карамель 100 граммов сахара и 30 миллилитров воды помешиваем карамельное дело прям ой как не быстро и уже минут 15 у меня этот чудо процесс идет ну наконец-то начинает темнеть все я решила что хватит кстати это можно сделать и будет удобнее и лучше если сразу форме для запекания делать карамель 50 граммов сливочного масла сюда же так и теперь надо эту карамель выложить на бананы вот поэтому и сказал удобнее было бы в форме для запекания потом сверху бананы но у меня немного по-другому и так выглядит это не очень надо подумать выкладывать вам рецепт или нет надеюсь что этот шедевр будет сногсшибательным то ли у нас холодно в общем застывает все на лету и и теперь сверху выливаем тесто тесто выложила и выровняла убираем в духовку в разогретую на 180 градусов и вообще если вы видите этот рецепт значит все получилось значит это очень вкусно в духовку боже это же шедевр придется вам выкладывать показывать это еще не все дадим пирогу немного остыть и теперь этот шедевр следует перевернуть лучше конечно на блюдо но у меня нет такого большого блюда поэтому я противень застелила пергаментной бумагой и сейчас буду играть в куличики он еще парит вы знаете слегка подрезала края и отошел мгновенно сейчас еще маленько подостынет и будем резать вуаля мы уже отведали если честно сказать я боялась что будет очень сладким и хотела вам сказать чтобы сахар в тесто ложили половину меньше но муж сказал нормально в общем если для вас много и в тесто и вот в карамель то можно в тесто положить поменьше сахара он конечно с какими-то недочетами ну возможно это с моей стороны но не все же должно быть безупречно поэтому шедевр очередной готов мы довольны рецепт выложу приятного аппетита готовьте с удовольствием